У нас гости! Ребята! А это я ломаю дверь! Телефон прямого эфира Радио Болтком 672 12 93 и 9 Добрый день, уважаемые радиослушатели! Продолжается разворот, точнее сказать, его такая внеплановая часть, но думаю, что повод для этого очень и очень интересный. В Риге, сегодня в Доме Москвы начинается фестиваль, который носит название «Московская премьера в Риге», и нам привозят самые яркие, самые громкие российские премьеры, фильмы, которые сейчас шумят, которые смотрят, которые активно обсуждают. И вот сегодня как раз-таки состоится в Риге премьера фильма «Ордан», картина, которая завоевала ряд призов международных, и которая с большим успехом для исторического монументального фильма, мне кажется, прошла вот в российском прокате. И сегодня у нас в гостях режиссер фильма «Орда» Андрей Александрович Прошкин. Здравствуйте, добрый день! Добрый день! Картина, которую вы будете представлять, она снималась в её истоках, лежал, можно сказать, не то чтобы даже госзаказ, а вот была, ведь я понимаю, идея сначала снятия у студии православной энциклопедии, да? Ну, это изначальная идея студии православной энциклопедии. Для того, что такое православная энциклопедия, это такой научно-культурный издательский центр, который, собственно, занимается изданием православной энциклопедии, это научное издание, такое историко-теологическое, наверное, так вот я бы сказал. С определенного момента вот при этой энциклопедии действовала студия, которая занималась документальным кино, но такой христианской направленности, и вот не так давно они занялись еще и игровым кино. Они мне позвонили, предложили снять картину «Святители Алексея», это московский митрополит XIV века, и такая, в общем, мощная, интересная фигура и в русской истории, и вообще в русской церкви, он канонизирован, он святой православный. Я как-то, в общем, приехал к ним отказываться, потому что был абсолютно уверен, что это нужно, ну, что-то вот такое ура-патриотическое, не знаю, приглашающее людей там в церковь и заставляющее любить Родину. Я довольно неодобрительно отношусь к попыткам превратить кино и вообще искусство в пропаганду, но встретился при этом с какими-то очень симпатическими, интеллигентными людьми, которые, наоборот, всячески мне доказывали, что никакой пропаганды им не надо, вы, главное, кино поприличнее снимите, а пропагандой пусть другие люди занимаются. И как-то вот так это все завертелось, и, на мой взгляд, принципиально важная, тоже еще была история, это когда удалось пригласить, написать сценарий Юрия Николаевича Арабова, который прошел вот ровно мой путь от отрицания, так сказать, к согласию, поскольку Юрий Николаевич человек выцерковленный, верующий, но при этом, так сказать, здравомыслящий, который не бегает к духовнику, там, не знаю, буковку на чертах, ну и плюс он просто выдающийся писатель и сценарист. И вот так как-то это все и завертелось, и в итоге, на мой взгляд, мы сняли вполне честную картину, по крайней мере, я как-то абсолютно отвечаю за все, что мы там натворили. У фильма очень большой бюджет и вообще большие масштабные съемки. Может быть, вы могли бы рассказать, как вам удалось вот воссоздать улус-джучи вообще, ну вот царай-бату, вот каким образом, что там было компьютерного, что там было декорацией, как это все происходило? Ну, мы построили, конечно, мы построили, в общем, все, что мы снимали, потому что середина XIV века, ничего практически с того времени не сохранилось. То, что есть туда, во-первых, не пускает, а во-вторых, я разговаривал с Вадимом Ивановичем Юсовым, выдающимся оператором, который снимал Андрея Рублева с Тарковским. Вот он сказал, говорит, у нас была самая страшная проблема, это когда мы снимали вот что-то оставшееся с того времени. Оно выглядело чудовищной декорацией, а декорации выглядели, так сказать, вполне органично, поэтому мы как-то вот нам удалось всем и продюсерам, в первую очередь, уговорить на то, что нужно все строить, и у нас, нам повезло, нас была очень сильная художественная группа, и, наверное, в первую очередь, вот наш художник, довольно, в общем, молодой Сергей Февралев, который сейчас, ну, такая звезда своей профессии в России, действительно очень талантливый человек, и мы построили там и кусок Москвы, и кусок Ордынской столицы, и там павильоны были. Ну, это так как-то и создавали эту жизнь, во многом, в общем, ее придумывая, поскольку не так много свидетельств о том, о жизни того времени, мы что могли достать и прочли. – Ведь эти летописи, они не говорят о том, как устроена была вот повседенная жизнь. – Конечно, конечно, да, самая большая проблема, потому что, в основном, ну, так сказать, что мы понимаем, да, мы более-менее понимаем там какие-то политические вещи, да, что-то вот такое, а именно вот как жили люди, не знаю, там, как они кланялись, как они здоровались. – Что ели, там, как… – Да, это все-таки знания в достаточной степени поверхностные, поэтому, а поскольку кино, оно как бы строится именно вот из этого, вот из быта, да, ну, здесь, в общем, довольно много приходилось додумывать, но дело в том, что мы не пытались ни в коем случае сделать такую историческую реконструкцию, поскольку в основе нашей картины лежит, ну, такой житийный сюжет, сюжет из жития святителя Алексея, ну, такое, я бы даже сказал, предание, то мы шли таким методом, ну, я бы сказал, мифа. Да, у нас на самом деле, у нас нет названия там, не знаю, города, нет названия, нет, не обозначен год, мы сознательно уходили вот от таких вот четких… – Конкретных привязок. – Да, да, конкретных привязок, хотя масса там исторических событий, о которых говорится в картине, они имели место на самом деле зафиксированных в разнообразных документах. – У вас великолепнейший актерский состав, причем многие даже критики у вас укоряли, что, используя звезд, там, таких, ну, вот, как Панина, как, ну, естественно, Суханова, вы их, Хаева, вы их использовали в какой-то нетрадиционной… То есть их зритель, дескать, ну, обычно звезда должна играть лицом, то есть ее должны все узнавать, да, это звезда. А у вас они в таких достаточно, я бы сказал, в гриме, в таких необычных для себя амплуа? – Ну, сложно, дело в том, что, понимаете, это вообще первая идея была постараться сделать картину без знакомых лиц, потому что, когда ты говоришь о 14 веке, это мешает, вот эта вот известность актера, она мешает. Ну, а во-вторых, что объединяет всех этих актеров, это в первую очередь действительно артисты, а уже потом, там, не знаю, звезды или не звезды, там, сложно судить, и они любят свою профессию не за звездность, а за какие-то вызовы, и вот эта вот попытка, так сказать, найти какой-то некий новый образ, в том числе и внешний, она у всех как-то вызывала интересы, и особенно интересно было в этом смысле с Паниным, с которым мы просто, в общем, из, просто, не знаю, нашей дружбы и моей любви к Андрею, как к артисту, просто взяли и похулиганили, назначив Андрюшу монгольским ханом. Это, честно говоря, чистой воды хулиганство и признание в любви конкретному артисту. Я не могу не спросить вот про Максима Суханова, как он отнесся к этому предложению, то есть, насколько вы были уверены в выборе актера, и что требовалось вот для того, чтобы сыграть Алексея вот от артиста ваши требования? Ну, уверенность – это такая абсолютная уверенность в выборе актера возникает, знаете, обычно где-то ближе к концу съемок, поэтому тут всегда, конечно, есть некий риск, хотя мы довольно подробно подходили. А что касается Максима, для меня довольно важно было, что наш человек, наш герой – это такой, так сказать, довольно мощный, властный человек, и при этом, что это, так сказать, интеллектуал, да, и человек, который способен к внутренней жизни. Это частично эти вещи, ну, там, скажем, играются, но, тем не менее, их основа должна быть в личности исполнителя. И вот как раз такими с интеллектуальными героями у нас большие проблемы. Сегодня, увы, такое время, и Максим один из немногих, который, на мой взгляд, вот соответствует этому амплайту и задачи, и более того, он сам по себе очень любопытный такой человек, непростой, вот даже просто с ним общаешься, как-то все время возникает ощущение загадки. Мне кажется, он это привносит в свои роли, и в том числе в нашу роль. Согласился он, ну, как бы, довольно много вообще разговаривали. И с Максимом, и даже с Арабовым встречались, и, так сказать, делали пробу. На этой пробе в большей степени даже настаивал сам Максим. И, так сказать, ему с самого начала было интересно, но окончательно он осознал, что это, так сказать, та история, и та компания, с которой можно отправиться в путь, ну, там, через какое-то время. — Естественно, не могу не сказать о актрисе, которая получила приз Московского кинофестиваля, Роза Хайрулина. Насколько ее, вот, вы нашли, вот, каким образом, для этой совершенно потрясающей роли, требовавшей выбрить и голову, и настолько такие какие-то переживания? — Ну, нашли, и она, Роза, практически всю свою жизнь играла. Она, в первую очередь, конечно, театральная актриса, выдающаяся. Почти всю свою жизнь она играла в провинции, сначала в Казани, потом в Самаре. А наш художник Сережа Февралев, он служил тоже в театре в Самаре, работал, он ее просто очень хорошо знал. И когда он прочел сценарий, он сказал, тебе обязательно нужно встретиться с Розой. Вот, и мы пригласили Розу, как-то, я помню, долго она не могла найти времени, потом пришла, у меня буквально минут через десять было ощущение, что такая маленькая, щуплая, такая интровертная женщина, что вот ты можешь поверить, что это такое, какое-то из-за небольшого, даже, может быть, внешне субтильное существо, держит и объединяет огромное ханство. Вот, и как-то с ней было очень интересно. Роза, на мой взгляд, просто грандиозная актриса, такая шекспировская. И здесь еще было такое, конечно, попадание в материал в этом смысле. Ты дувает, на мой взгляд, такая вот Розина роль. И я очень рад, что мы встретились, и очень надеюсь, что все-таки не в последний раз. Фильм вообще на историческую тему, такое, я бы сказал, минное поле, потому что история очень часто каждым народом трактуется, и там как-то можно, ну, вот ощущение обиды в какой-то, каких-то деликатных моментах. Не боялись ли вы обидеть, предположим, там, татар или, скажем, ислам? То есть не было ли каких-то таких страхов в этом фильме? И не было ли, ну, какой-то авторской цензуры, чтобы... Ну, вы знаете, вот мы начинали с разговора, так сказать, о заказе и о прочем. Вот, на мой взгляд, вот эти вот вещи, как бы кого ни обидеть, они во многом, собственно, ну, как сказать, это вот обратная сторона вот всех этих заказных историй. Все основные события, которые происходят в картине исторически, они есть в истории либо как точный факт, либо как некая гипотеза историков. И плюс, ну, как сказать, мне кажется, мы не делали, так сказать, там, не знаю, один народ, там, красили одной краской, а другой другим цветом. Я вообще как-то стараюсь не считать в этой парадигме, так сказать, положительные герои, отрицательные герои. Хочешь, чтобы люди были живыми. Мы показываем определенное время, мы показываем определенную, так сказать, культуру. Вот, и плюс мы во многом, собственно, смотрим и на нашу сегодняшнюю жизнь и смотрим, скажем, на, не знаю, там, так сказать, нашу власть, да, наши элиты. И многое из этого перекочевывает туда. Я не знаю, насколько кто может обидеться. Никакого желания, кого бы то ни было обидеть, у меня не было. Я довольно четко понимаю, что какие-то люди используют просто эту картину для того, чтобы, ну, я не знаю, сделать себе какую-то там известность на этом. Например, есть какая-то татарская группировка, забыл, как она называется. Они начали возмущаться фильмом где-то за полгода, только он был окончен. Вот, и просто искреннее возмущение их переполняло. Поэтому я как-то не могу к этому очень серьезно относиться. Хотя подозреваю, что, ну, да, может быть, кто-то и, так сказать, как-то расценивает. Католики могут обидеться на то, что изображены так, скажем... Ну, я просто продолжаю эту тему, да. Слушайте, да, многие могут... Русские многие обидят. Меня одновременно вот на первый показ на московском фестивале нас одновременно обвинили в том, что мы сделали такое, значит, как кто-то сказал, православный боевичок. И как раз стали рассказывать, что вот, значит, подлые люди продались там нехорошей власти или там кому-то еще. А одновременно сказали, что это антирусская и богомерзкая картина. Вот, поэтому, ну, не знаю. Мне кажется, это, в общем, больше говорит о тех, кто обижается, чем о нас. Может быть, даже именно то, что нам достается как-то и слева, и справа, говорит о том, что мы, по крайней мере, попытались пойти своим путем. Я не могу говорить о результате, естественно, но, так сказать, дорогу мы какую-то выбирали свою, а не пытались потрафить там какой-нибудь стратик. Но у вас Орда изображена действительно достаточно страшно, и вот этот страх вызывает, наверное, в отсутствии какого-то абсолютного понимания добра и зла. То есть вот, когда творятся как будто бы чудовищные вещи, творятся они совершенно мимоходом, совершенно как будто бы не отдавая казни вот эта жуткая сцена там отрубания головы, которая тоже там вызвала... Ну, во-первых, нужно сказать, что это Арабов, кроме того, что он крупный писатель, сценарист, да он еще и поэт, на самом деле. И, конечно, в картине много вещей, в достаточной степени метафорических, понимаете? И этот сюжет я бы вообще по-хорошему как-то вот немножко вот с таким подходом, что ли, смотрел, и тогда будет ясно, о чем мы снимали, зачем мы снимали, и почему так происходит. Но вы точно сказали, да, что мы снимаем вот такую некую историю, историю общества, чуть-чуть потерявшего уже какие-то нравственные ориентиры, вот такую немножко блуждающего, что ли, да? И в этом смысле как раз во многом, мне кажется, есть, скажем, и современность картины. И эта современность, вот я знаю, читая ваше прошлое интервью, я обратил внимание, что вы проводили даже параллели с тем, что в наши дни можно найти какие-то просто копирующие нравы Орды в нашей жизни, вот в отношениях людей, да? Я бы не так, наверное, я бы не говорил бы о прямых параллелях, но, безусловно, вот эта наша совместная жизнь с Ордой, и это завоевание, конечно, его последствия остались, и, конечно, эта совместная жизнь, ну, как сказать, она проникла еще и в некий, наверное, ну, не знаю, национальный какой-то характер, что ли, да? И особенно, вот я не знаю, в какой системе власти я это вижу. Я не знаю, насколько я прав, честно говоря, понимаете, что я это вот приписываю непосредственно Орденцам, но вот как-то нам кажется, что вот все эти разговоры, да, про, так сказать, Европу, там, Азию и прочее, вот мы во многом где-то об этом и снимали картину о том, что, собственно, что русские – это мы, и что Ордынцы – это мы, и для меня, честно говоря, нет вот этого разделения на, так сказать, своих, чужих, там, я знаю, наших врагов, мы же не про войну снимаем, как раз мы про довольно мирный, в общем-то, период снимаем. – Кстати, вот Джанибека в летописях называли «добрым ханом», поскольку при нем как раз-таки не было походов на Русь. – Были походы, не было, их не было регулярных и таких разорительных. – Жестоких, да. – Но на самом деле, если мы специально брали, поднимали эти походы в меньшем количестве, чем было до того, тем не менее, они все-таки были. Но да, времена Джанибека для Руси были в достаточной степени… – Спокойные. – Да, относительно спокойные. – А как вы относитесь к евразийским теориям Льва Гумилева о том, что как раз-таки монголо-татары укрыли Русь от завоевания западного крестоносцев, и что это было скорее не иго, а какой-то симбиоз, выгодный военный союз для обоих? – Ну, начнем с того, что, я не знаю, было это иго или не иго, но началось это иго с, так сказать, завоевания Руси, завоевания чрезвычайно жестокого. И есть воспоминания, если не ошибаюсь, плана Карпини, который приезжал в Орду, это написано, как он проезжал Киев, и он сказал, что это превратилось в город-призрак, и окрестные поля были до сих пор, это уже много лет прошло, были завалены костями. Понимаете, это жесточайшее совершенно было завоевание, поэтому говорить о неком, так сказать, союзническом пакте я бы не стал. Вот. С другой стороны, да, да, я полагаю, что во многом, так сказать, то, что Русь была вассалом Орды, и то, что Орда, как вам сказать, как бы не очень интересовалась вопросами веры вот до Узбека, до отца Джанибека, это, безусловно, Руси помогло, потому что в этот момент христианство вообще было значительно более агрессивным, чем ислам. И как раз оно было очень экспансивно, и католицизм был очень экспансивен, что мы, собственно, знаем по пограничным княжествам, например, судьба Гарецкого княжества, которое приняло католицизм, через какое-то время его практически уже и не стало. Там ничего русского и не осталось. Да, в этом смысле, как ни странно, этот, так сказать, зловещий союз одновременно принёс вот такую пользу. Но в мире мало чего, понимаете, знаете, однозначно белого или однозначно чёрного. Так мы, собственно, и живём. Мы сделаем небольшую паузу, после чего вернёмся в студию. Мы продолжаем программу «Разворот». У нас сегодня в гостях режиссёр Андрей Прошкин, режиссёр фильма «Орда», который сегодня можно будет посмотреть в Доме Москвы, московской премьеры в Риге, большой фестиваль, где очень много картин, в частности, и можно будет посмотреть картину, которая номинирована на «Оскар» от России в этом году, но не номинирована, а выдвинута на «Оскар», потому что там номинация ещё, по-моему, будет в шорт-лист составлен «Белый тигр» Карена Шахназарова. Вы ведь были, по-моему, даже ассистентом, да, у Карены? Да, я вообще начинал в кино у Карена Георгиевича, я был у него там, по-моему, всем, начиная от «Хлопушки», потом был администратором, потом, по-моему, паре картин был вторым режиссёром, и, собственно, на мой взгляд, вот Карен Георгиевич, он такой один из моих учителей, он как-то ничего мне так уж особого не преподавал, но именно вот совместная какая-то работа, и то, как я наблюдал, на мой взгляд, это мне очень много дало. — Как вообще происходит отбор картин на «Оскар»? Ну что, Латвия у нас очень просто. Какой фильм сняли, такой, собственно, и отправили. Здесь вот вопросов не возникает. А вот в этом году ведь «Орда» соперничала, значит, с «Белым тигром», был «Фауст», «Орда» и, по-моему, «Белый тигр», ну, такие основные претенденты всё-таки. — Нет, были ещё «Елена», был «Ко-Ко-Ко», тоже вот такой в финальном каком-то этом самом, «Шапито-шоу» тоже, в общем, так рассматривался. Есть национальный «Оскарский комитет», у которого нет чётких каких-то правил по тому, как он должен быть создан. Значит, в прошлом году у нас был такой некий скандал, когда выдвинули картины Никиты Михалкова «Удоблённая солнцем», я не знаю, как это назвать, три, видимо, да? Был некий скандал, и Владимир Меньшов, председатель комиссии, отказался подписать протокол. Вот такая возникла дискуссия, значит, о том, что необходимость реформирования этого комитета. В итоге, там мы, вот, киносоюз, которым я состою, предлагал определённую схему. Значит, в итоге Михалков предложил такую схему. Давайте, чтобы, значит, в этот комитет входили люди, только продюсеры и режиссёры, причём почему-то, которые, чьи картины победили, побеждали на фестивалях класса А. Ну, схема довольно умозрительная, прямо скажем, но, в общем, я думаю, что какие-то другие схемы были бы не менее умозрительны. Сам по себе список получился очень, состоящий из, в общем, большого количества достойных людей, вот, и в этом году, вот, они рассматривали все эти картины, насколько я понимаю, в этом году были и споры, и какие-то там, так сказать, разговоры, они даже заседали не один раз, а два раза, вот, и в итоге приняли такое решение, с чем я Каран Геручи и поздравляю. Отбор предусматривает вот какую-то поправку на вкусы американского академии? Мне сложно сказать, я не вхожу в этот комитет, поэтому я думаю, что это на самом деле зависит всё, ну, так сказать, вот какой-то ситуации в году. Я думаю, что когда есть, ну, такой некий явный, такой явный лидер, всё решается проще, когда несколько картин, там, так сказать, чуть сложнее. Каждый год, наверное, какая-то своя ситуация. Я вообще думаю, что на самом деле это несколько преувеличенная проблема, честно говоря. Сама по себе, вот Оскар, выдвижение на Оскар, ну, Оскар, ну и шо? Вы входите в Киносоюз, вот мы уже затронули эту тему. Два года назад эта организация была создана. Может быть, вот, ну, поясните нашим слушателям, с какой целью был создан этот Киносоюз, и, ну, вот, о его сегодняшней роли, о его сегодняшнем положении в кинематографической среде России. Ну, образовался Киносоюз как-то вот на волне. У нас был такой конфликт в Большом Союзе кинематографистов, все это вылилось в некий такой съезд всего Союза в гостином дворе, и довольно жуткий, на мой взгляд, этот съезд. Как-то я, не знаю, когда я читал стенограмму, я одновременно ржал просто, ну, гомерически, и, с другой стороны, как-то сосало под ложечкой от ужаса, что-то такое просто, ну, я не знаю, какой-то пародии на 1937 год. Это все попахивало, и довольно большой ряд людей, так сказать, посчитало необходимым дистанцироваться вообще от подобного разговора, подобного тона и от всего. И потом мы решили, что, наверное, имеет смысл тогда создать свое объединение, но не в пику кому-то, это мы, я надеюсь, довольно быстро попороли, а для того, чтобы, ну, вот, заниматься кино, для того, чтобы мы могли вырабатывать, ну, так сказать, какие-то идеи и обсуждать какие-то проблемы, которые есть у кино, ну, а потом это транслировать, как-то пытаться их продвигать и в разговоре с коллегами, и в разговоре, там, с правительством. Ну, вот, собственно, приблизительно этим мы пытаемся заниматься. Какая роль, вот, вы видите, государства в поддержке кинематографа национального? То есть, как должны распределяться деньги, кто должен этим заниматься? Потому что пока вот споры ведутся. Вообще в Европе, к сожалению, кино выжить без дотационных денег не в состоянии. Такая, увы, сложилась ситуация. Есть разные степени, разные способы, так сказать, поддержки национального кинематографа. Ну, мне и вообще, наверное, моим товарищам ближе всего, скорее, нечто схожее с тем, что делают во Франции. Да, во Франции есть специальный налог на кинобилет и вообще на все сферы показа кино. Есть определенный налог. Эти деньги идут в специальный, причем со всех картин абсолютно, они идут в специальный такой фонд, через который СНС, национальное агентство или там комиссия кинематографическая распределяет эти деньги уже на нужды непосредственно французского кино. Это такая непрямая система. С одной стороны, это, в общем, поддержка государства. С другой стороны, эти деньги идут от кино, а не непосредственно от государства. В связи с этим кино имеет возможность в худшем случае не загнуться, в лучшем развиваться, и при этом не обязаны это отрабатывать у государства. Вот в России сегодня все больше и больше складывается такая система, когда новое, по-моему, руководство Министерства культуры считает, что поддерживать кинематограф нужно исключительно для того, чтобы через него что-то там пропагандировать. Эта мысль, на мой взгляд, порочная. Ну, а если выражаться прямо, она, с одной стороны, жлобская, по-моему, а с другой стороны, она просто глупая, потому что это просто не будет срабатывать. И, условно говоря, эффективность этой пропаганды крайне невелика. Потому что мне кажется, что фильмы, которые создаются исключительно для того, чтобы донести какую-то идею, просто публика на них не ходит, и все. Абсолютно. Более того, мы... Мы же это проходили, я помню, вот рядышком, буквально от нас, кинотеатр бывший Рига, я помню, как там шел «Твой сын земля», повесть о секретаре Райкома, был снят фильм. И вот, ну, просто у нас там работали знакомые, они говорили, пустые, то есть там чуть ли не сгоняли вот силком туда народ. Ну, мы можем посмотреть, вот в этом году появились несколько картин, вот, наверное, самая такая яркая из них, скажем, там, август 8-го, да, картина, которая о войне в Северной Осетии, такая, в общем, практически в прямую и заказана государством, никто это так особо не скрывает. Она, наверное, вызвала меньше интереса, чем все рассчитывали, потому что это невероятно дорогое кино и, в общем, очень умело сделанное. А вот, а картина «Духлес», которую сложно назвать, ну, я не знаю, несущей что-то такое, так сказать, важное государство, она совершенно сейчас взрывает прокат, и, видимо, это будет самая кассовая русская картина года. Вот, и это на самом деле, это так все и существует. Вот, если ты не можешь пытаться одновременно, ну, так сказать, сделать свое кино более популярным, занять большую долю в прокате, что Министерство культуры декларирует как свою цель, и одновременно, ну, так сказать, заниматься пропагандой. Тут либо то, либо другое. Если люди этого не понимают, ну, у меня тогда вызывают сомнения их профессиональные качества. Вот мы уже как-то во время перерыва затронули будущее, идею будущего кино. Насколько выживаемость вообще кинематографа, какие-то 3D, 4D, какие-то технические новшества, могут ли они завлечь в кинозалы аудиторию? Или это все-таки вот какой-то уходящий вниз процесс? Вы знаете, кто же это сказал? Чуть ли не Франсуа Трюфо. Я не помню, он сказал, что кино с момента своего образования всегда находится в кризисе. Вот, поэтому я думаю, что, мне кажется, что кино выживет. Другой разговор, в каких формах, предположим, вот сложно сейчас представить. Но, в принципе, я думаю, что оно выживет. А что будет привлекать зрителей? Когда-то будут привлекать некие внешние эффекты. Я думаю, что через какое-то время это может надоест, захочется что-то еще. Это вот как-то так всегда, на самом деле, и происходило. Возьмем 60-е годы. Абсолютно все, на чем стоял, так сказать, мировой коммерческий кинематограф, и крайне уверенно стоял, все рассыпалось и перестало работать. И вдруг совершенно другие картины, абсолютно такие, так сказать, маргинальные, вдруг именно они стали событиями и коммерческим кино. Это довольно сложно прогнозируемая вещь, очень связанная с состоянием общества. Одна вещь, ну, как-то вот есть такое ощущение, что сегодня благодаря, так сказать, появлению компьютеров, интернета и прочего, что социальность похода в кино, да, то есть в кино же чаще всего люди ходят не одни, да, и это как раз довольно важно, то, что ты смотришь с кем-то в окружении других людей, это и другое ощущение, и, ну, так сказать, другой немножко смысл этого похода. Видимо, вот важность вот этой социальности, она все меньше и меньше. И людям зачастую достаточно посмотреть картину у себя дома, там, на экране компьютера, или на огромном телевизоре, и потом обсуждать его... В сетях. Да, в сетях, а не в живом общении. Вот я думаю, что этот фактор довольно сильно будет влиять на будущее не столько кино, сколько кинотеатров. А вообще, зачем люди ходят в кино, по-вашему? Вот, по-моему, Константин Арнст выразился, они ищут модели общения. Что делает кино? Я думаю, что по-разному. Я думаю, что у всех, на самом деле, по-разному. Безусловно, эскейпизм, да, это, так сказать, возможность вдруг улететь, так сказать, в какую-то совершенно, там, не знаю, фантастическую жизнь. Кто-то ищет, я не знаю, фабулы, приключения и прочее. Кто-то ищет, наоборот, какие-то, так сказать, человеческие вещи, сопереживания. У всех по-разному. Вообще, насколько я понимаю, масса людей, как показывает исследование, довольно много людей вообще принимают решение о том, на какую картину они пойдут, и, соответственно, зачем, да. А непосредственно в кинотеатре, находясь у кассы, это просто, ну, в том числе и способ проведения, там, досуга с друзьями, с барышней. Но ведь это практически смерть авторскому кино, потому что трудно себе представить, что человек, вот, хочет, там, пойти на неудержимых со Сталлона, и вдруг в последнюю минуту идет на какой-нибудь, ну, вот, как Гольфстрим по Папу Дайсбергам, вот у нас сейчас вышел Евгений Пашкевич, ну, вот какое-то такое авторское кино. Вероятность этого равна нулю. Ну, авторское кино, ну, да, увы, оно, видимо, будет существовать такой какой-то некой... Фестивальной ниши. Более или менее резервации. Почему фестиваль? На самом деле, вот в Европе, да и в Америке, на самом деле, есть целые сети кинотеатров, которые показывают исключительно такое кино, и у них есть своя публика. Для того, что вообще кинотеатр, тем более имеющий какую-то свою внятную политику, он всегда образует вокруг себя свою аудиторию. Потому что обычно, если даже по себе посмотрите, вы же понимаете, что, скорее всего, вы в кино ходите, ну, не знаю, там, в один, в два кинотеатра. Да, вот так вот чаще всего, по крайней мере. Вот, поэтому очень важно, чтобы создавать вот такие сети кинотеатров, и мы много-много как раз говорили об этом, и с Министерством культуры говорили, что это просто необходимо, которые бы поддерживали, я бы даже не говорил про это, там, фестивальное кино, там, или арт-хаус, там, или что-то, это просто кино, которое может быть интересно более взрослому зрителю, не инфантильному, где есть какие-то, так сказать, идеи, мысли, и художественные образы, и человеческие взаимоотношения, характеры, понимаете, все то, что, в общем, уходит вот пока, да, сегодня из такого ярко-коммерческого кино. По крайней мере того, что идет на российском крае. На самом деле, в той же самой Америке достаточно было, уж не говоря о Европе, бывают довольно кассовыми, и не так-то и редко картины, может быть, и жанровые, но совершенно, как вам сказать, человеческие. Вот в России они обычно проваливаются. Но как вы считаете, вот жанр исторического такого эпоса, в котором снята Орда, он имеет успех у зрителя, то есть востребован ли этот жанр? Ну, сложно сказать. Во-первых, я все-таки режиссер, а не прокатчик, поэтому мне... Насколько я понимаю, историческое кино – это не самый популярный жанр сегодня, так сказать, ни в России, ни в мире. То есть у него есть там какая-то своя ниша, но он не самый все-таки популярный. И меня как раз удивляет то, что в России сейчас довольно много заявок, по крайней мере, на очень дорогие исторические фильмы. Наверное, это некий... В этом есть перебор. Перебор и перехлёст. Как, если мы вот говорим, возвращаясь к Орде, вы относитесь... Вот буквально сегодня стало известно, по-моему, вчерашняя была новость о том, что вот митрополит Кирилл опять оказался в центре там скандала о том, что какая-то сверхдорогая итальянская мебель стоит в его квартире. То есть, ну, постоянно какие-то вот... Вы считаете, нападки на церковь, то, что там обращают внимание на дорогие часы? Или вот если обращаться вот митрополиту Алексию, это, может быть, свидетельствует, ну, я не знаю, о том, что церковь как-то сейчас уходит от каких-то духовных ориентиров и больше как-то ищет какого-то материального блага? Ну, мне сложно говорить за, так сказать, за всю церковь, но есть немного ощущения, что патриархия сегодня в большей степени хочет играть политическую роль, чем непосредственно пастерскую. И мне кажется, что, да, есть довольно острая реакция части общества на это. Не уверен, кстати, что большей, но определенной части общества на это есть, конечно, реакция. Не исключаю, что действительно, может быть, какие-то там даже есть подводные камни кому-то выгодны, я слаб в теориях заговора. Вот, но, ну, как бы вот эту вот попытку играть серьезную политическую роль, на мой взгляд, более серьезную, чем пристало бы в Советском государстве, да, я вижу. Ну, вот сегодняшняя тоже новость пришла о том, что Пусти Райт попали в список ста самых влиятельных деятелей искусства. Как вот вы оцениваете такой неожиданный поворот в этом деле? Ну, мне кажется, что это дело, это вообще как... Дело в том, что очень сложно говорить про Пусти Райт, потому что сейчас, так сказать, люди сидят в тюрьме, понимаете? Вот я сам подписывал письмо в поддержку Пусти Райт, а с тем, что их надо, так сказать, как-то отпустить, и наказание, жестокость наказания абсурдна. Несоразмерно, да. Да, но вообще, на мой взгляд, в итоге как-то всей этой, так сказать, истории, всей раскрутке этой истории, вот абсурдности в ней стало больше всего. И признание, значит, этих девушек, там, одним из наиболее влиятельных в мире деятелей, так сказать, искусства, это тоже немножко-то что-то в этом есть такое. Даже, наверное, не кавкянское, а скорее хармсовское. Ну и вот уже время у нас завершать программу. Может быть, самый последний вопрос. Как вы считаете, вот многие русские зрители придут смотреть сегодня Орду в дом Москвы, русская община, вот как ей сохранить какие-то корни идентичности в Латвии? То есть вы считаете, это часть общества, оказавшаяся в эмиграции, или это совершенно особая какая-то часть? Ну, знаете, мне, к сожалению, сложно сказать, я не настолько, я просто не возьмусь говорить, я не настолько хорошо представляю себе проблему. Все-таки я в Латвии последний раз был совсем ребенком, и еще в совершенно другие времена. Но вот я знаю, у меня, где-то же два моих двоюродных брата, они живут за границей. Один в Швейцарии, другой в Лондоне. Один женат на швейцарке, другой на колумбийке. И вот у них есть дети, да, они очень много времени и сил уделяют тому, чтобы дети не забывали, дети бы учили русский язык, они читают им русские сказки, показывают русские мультфильмы, разговаривают с ними по-русски, при том, что между собой, вот они с женами, они говорят по-английски. Вот, в общем, они какие-то прикладывают к этому усилия. И их жены, кстати, тоже, безусловно, заботятся о том, чтобы ребенок был в курсе и их культуры. Это поддерживают. Да, это поддерживают. И в итоге, на мой взгляд, появляются какие-то совершенно, ну, они пока, конечно, маленькие, но я надеюсь, что будут такие люди мира, которые будут прекрасно знать швейцарскую культуру, французскую культуру, русскую культуру, колумбийскую культуру. Это только будет обогащать. Мне кажется, что когда мы политически научимся, так сказать, проще к этому относиться, когда мы будем просто гуманнее друг к другу, мы поймем, что вот это, я не знаю, сохранение своей национальной культуры, культуры той страны, в которой ты живешь, просто делает человека богаче. Вот очень важно, чтобы вот эта вот какая-то еще оставшаяся с других времен, я не знаю, ненависть, нелюбовь или подозрительность все-таки уходила. Спасибо огромное. У нас в студии был режиссер Андрей Прошкин. И до встречи в Доме Москвы. Сегодня в 19 часов Андрей Прошкин будет представлять фильм «Орда». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова